Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пасторы Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить на тему исцеления. Исцеление – это такая важная тема, которая затрагивает каждого из нас. В какой-то период нашей жизни мы встречаем вызов в нашем теле, и что-то не срабатывает, и мы начинаем искать ответы, и часто люди в первую реакцию – «О, надо к доктору!» Понимаете? Но важно, что Библия говорит. Библия говорит, болен кто из вас. Что надо делать? Пусть призовет, просветит церкви, помазает ее елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего. Интересно, да, что именно молитва веры исцелит болящего. Вы должны свою часть сделать, обратиться к своему священнослужителю в вашей церкви, верит он в это, не верит. Он должен сделать свою часть, потому что он представитель Бога здесь, на земле. И когда, знаете, люди пойдут к врачу, дойдут анализы, там им дадут уже крайний такой, можно сказать, диагноз, скажут, что все, уже мы не можем лечить. И тогда часто люди идут, и вот помолитесь за нас. Понимаете? Вот мне просто хочется, чтобы мы все делали правильно, чтобы Бог у нас не был на запасе, а Бог был на первом месте. Чтобы первая реакция у нас – «О, мне что-то не так! Кто у меня врач? Бог у меня врач!» Дорогие друзья, Господь является спасителем всего человечества, Он является искупителем, Он начальник и совершитель нашей веры, дорогие друзья, но Он же также есть и исцелитель. И, конечно, тема исцеления, пастор Галина, она очень актуальна и насущна сегодня, потому что многие люди, я так думаю, что не осознают до конца, насколько важно спасение. Хоть Господня воля на то, чтобы все люди спаслись. Он призывал своих апостолов, своих пророков, и сегодня нам говорит, чтобы мы благовествовали спасение Божие изо дня на день. Но не все люди понимают, что важно спасение их души, их тела от смерти, от ада. Но исцеление, мне кажется, люди больше понимают. Может быть, слово «исцеление» – это религиозное слово, но вот здоровье, выздоровление, здоровье – это каждый человек, наверное, знает. Это очень, ну как сказать, актуально задействовано. Потому что, смотрите, то ли дни рождения, то ли какие-то встречи, что люди желают друг другу? Здоровье. Лишь бы ты был здоровый, там сибирское здоровье, еще какого-то, дорогие друзья. Но есть еще, кроме сибирского здоровья, есть божественное здоровье. Поэтому Господня воля совершенна, воля Божья, есть благая, угодная и совершенна. Она на то, чтобы мы имели божественное здоровье. И об этом подтверждают много свидетелей в Библии и жизнь сегодня. Она говорит о том, что Бог реальный, Бог исцелитель. Но в то же самое время, пастор Галина, есть много разочарований в жизни. Но что Слово Божие говорит, что я не изменяюсь, я вчера, сегодня и вовеки тот же. Да, возвращаемся к Слову исцеление. Оно является, корень его цельный. Исцелить, сделать тебя цельным. Это получается, что где-то есть повреждение, где-то есть дефект, который надо исправить. И вот Слово исцелить, это сделать тебя цельным. Исправить то повреждение. Конкретно повреждение, где-то... Вы знаете, есть много причин, по каким причинам болеют. И люди иногда пренебрегают такие очень простые правила. Ну, буквально физиологию человека. Ну, что как бы все мы прекрасно знаем. Что если мы будем нарушать принципы того материального мира, в котором мы живем. Вот представьте себе, что человек не пьет. Он может действительно очень мало про существо... Обезводится. Да, обезводится. Во-первых, без воды можно ну три дня, а потом на четвертую уже конкретно повреждение идет уже серьезно. И вот еще может быть пару дней, и человек просто высохнет. И, ну, конечно, это зависит тоже от климата. В одном климате это пройдет, можно сказать, дольше время. В другом уже при жаре я слышала рассказ о том, что... Быстрее обезвожено. Да, в Израиле несколько солдат погибло просто в пустыне, они не имели воды. И настолько уже обезводились они, и кровь уже загустела, уже все. Их не могли даже спасти, когда их нашли живыми. Понимаете? Вот точно так, может быть, в духовном, в нашей душе, есть вот это действительно обезвоживание, которое... Вот кризис, когда мы уже, можно сказать, не переживаем Бога, мы не питаемся Его Словом. Вот, пожалуйста, понимаете? Слово есть как вода, и Дух Святой, как живая вода, которой мы наполняемся, которая необходима для нашего духовного человека. И что, когда мы пренебрегаем, к какой-то степени, знаете, когда нам хочется пить, мы, о, вроде захотели пить, а душа, я вам скажу, тоже есть симптомы. Когда человек что-то, знаете, уже нет радости, человек теряет радость, человек теряет удовлетворение, человек теряет мир. Это уже позывы, мы думаем, что такое, да это что-то извне. Нет, это уже ты не напитал свою душу, и уже идет повреждение. И поверьте мне, что посмотрите, если проанализируем Библию, мы увидим, что духовная часть, она первична, а потом то, что в Духе происходит, потом оно проявляется здесь уже физически. И часто я вам скажу, у человека начинается болезнь с души. И многие вам врачи скажут, действительно, болезнь от стресса, чуть ли не больше 90% болезнь от стресса. Есть болезни, которые, это вот действительно, вы можете переохладиться, или какие-то химические повреждения, может быть, отравление, понимаете. Есть такие вещи, которые не зависят от того, что от стресса. Действительно, от нездорового питания, я вам скажу, очень большое пренебрежение верующих людей. Я слышала иногда, а Бог исцеляет. Подождите, так зачем я буду постоянно прыгать с крыши и ломать себе ноги, а мне Бог исцелит? Понимаете, это вот глупо так выглядит. А вот получается то, что мы делаем. Мы продолжаем питаться то, что Бог конкретно своему народу, а мы сегодня его народ, понимаете, я имею в виду еврейскому народу, когда они вышли из Египта. Он им напомнил, напомнил, фактически я вам скажу, он напомнил то, что было от начала, от самого творения, когда Бог в райском саду сотворил животных, были чистые и нечистые. Почему? Потому что, когда входил Ной в ковчег, это было до закона. Он говорит, что возьми по паре нечистых и по семь пар чистых, понимаете. Поэтому вот люди иногда говорят, ой, что-то это совершенно нам не касается, Иисус освободил. Подождите, освободил он от закона? Какого? От закона, когда жертвоприношение, когда уже перестали заколать Агнца, но от того, что принципов Царства Божия, Бог не меняет. Дорогие друзья, мы хотим вас оставить буквально на несколько секунд, и мы возвратимся, чтобы эту тему продолжить и, можно сказать, разживать и принять то благословение, которое Бог имеет для каждого из вас. Аминь. Друзья, в моей программе «Твой лучший день» воистину сегодня самый лучший день в нашей жизни. Мы имеем возможность слышать Слово. Иисус сказал, что «Блаженны вы, истинно, истинно говорю вам, кто услышит Мое Слово и соблюдет его, тот не увидит смерти вовек». Вы видите, какую силу имеет Слово Божие. Господь послал Своё Слово на эту землю и исцеляет эту землю. И сегодня мы говорим об исцелении, о цельности, о божественном здоровье, в котором мы так все нуждаемся. Но мы только что затронули эту тему, что есть и физическое, душевное, духовное исцеление. Поэтому очень важно. И псалмопевец говорит, пастор Галина, ты только начал эту тему, мы продолжим. О душе первостепенно. И вот псалмопевец говорит, я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою. Он не сказал, тело мое исцели. Бог и это делает. Он хочет, чтобы мы здравствовали на всех уровнях. Исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобою. Часто этот вопрос, кто же согрешил? Причина греха или это? Люди проверяют себя, кажется, нет греха и почему-то еще не выздоравливают. Конечно, все нужно разбираться, дорогие друзья. Вы скажете, ну что тут разбираться, все как бы понятно. Ну, оно все понятно и часто непонятно. Вот на примере жизненных наших ситуаций, сколько мы встречаем, пастор Галина, не только мы. Каждый человек встречает, вы встречаете это. Есть неполадок каких-то аппаратов, каких-то агрегатов. И нам очень приходится часто с этим дело иметь. И мы видим, мы цепочка за цепочкой находим, где что. Когда мы нашли причину, где нет контакта, мы соединяем, устраняем. Оно все работает. Поэтому я хочу сказать, что Бог, Он всегда является Богом, и Он справедливый и истинный. В Нем нет погрешности. Если что-то не работает, дорогие друзья, не обижайтесь. Это всегда с нашей стороны. Вы скажете, я уже все проверял, все смотрел. Еще раз просмотрите, Господь говорит, еще раз просмотрите. И что я хочу, Галина, сказать об этом сегодня. Чтобы мы помнили, когда мы изучаем тему исцеления, или спасения, или другие темы, всегда мы должны помнить, что Бог, Он есть Богом является. В Нем нет погрешности, дорогие друзья. Я хочу сказать, есть Божья сторона, и есть наша сторона. И неправильно думать так, как часто мы полагаем люди. От Бога уже совершил все. Да, Он же на кресте сказал, совершилось. Он уже и грехом стал за нас, и праведностью, и святостью. Это да и аминь. Он все абсолютно уже совершил и сказал, я совершил. Но на этом не заканчивается. Это только начало этого повествования. У нас есть своя сторона. Если мы со своей стороны не исполняем, не сделаем, ну как сказать, ответ на Божье обетование, то эти обетования, которые драгоценные и великие, они пройдут мимо нас. Поэтому давайте не будем обманываться. Всегда есть наша сторона, Божья сторона, вернее, и наша сторона. Да, и когда выходит народ Божий из Египта, Он дает им законы. Законы, другими словами, Он дает им инструкцию. Это инструкция, понимаете, чтобы многие думают, закон это что-то, Иисус все. Понимаете, инструкция жизни, она осталась. Инструкция то, что делать это, это хорошо, это плохо. И если сегодня сказать, от закона нас Бог избавил, тогда давайте детей вообще никакого ограничения. Вот просто то, что они хотят, так они пусть и живут. Понимаете, мы видим, что мы их учим, и Бог научает свой народ. Говорит, не ешьте это, если вы вот этих вещей не будете кушать, там перечисления. Левитам вот Бог давал закон через Левитов. И получается что? Говорит, не будете вкушать, не будете болеть болезнями египетскими. Египетскими это мирскими болезнями. Те люди, которые едят то, что попало, живут как попало. Вы знаете, я поняла, что даже есть больше того сегодня, чем даже то ограничение, которое дал Бог своему народу. Почему я об этом говорю? Потому что тогда не было столько поврежденных продуктов, уже модифицированных, генетически вторгаются в такое. И понимаете, и столько всего. Я понимаю, что мы не можем себя обезопасить, ограничить от всего того, что вредно нам. Но я вам скажу, что если Бог сказал, вот не ешь свинину, не ешьте, пожалуйста. Это разумно. Почему? Потому что такие глисты, такие заражения, такие микроорганизмы, которые в свинине и в тех именно животных, которые Бог сказал не есть, они более, понимаете, более зараженные. И не подвергаются даже термообработке. Понимаете, это я знаю, потому что я действительно изучала это. И люди конкретно, можно сказать, уже изучившие, предупреждают. Другие люди, нет, это полезно. Думаю, слушайте, такой есть выбор, дорогие друзья. Вот благоразумие заключается в том, что вы узнаете, что вот это плохо, нездорово, и вы ограничиваетесь. А то, что вы не можете, написано, что ешьте все на торгу без исследования, это говорится, знаете, совершенно не о том, что Бог сказал. А о том, что мы не знаем, что это мясо может быть, буйвола, ну, быка. Принесли в жертву и посвятили другому Богу, и вот они, и ты не знаешь, действительно, его разделали, и ты не знаешь, что там было, в какой церемонии участвовало это, можно сказать, животное. Вот об этом это говорится. Ешьте без исследования. И те моменты, которые мы действительно не в состоянии как бы все изучить, все проанализировать, мы должны благословлять пищу и молиться, чтобы Бог осветил и очистил. Понимаете? А то, что Бог уже сказал, что оно нечистое, и искушать Бога еще говорить, что Он очистил, ну, я считаю, что это не просто конкретно искушение, понимаете, это искушение. Действительно, да придет благоразумие в вашем сердце. И если у вас, может быть, знаете, сейчас такая позиция, ой, что-то они пытаются нам законно вязать. Вот искренно, с чистым, с чисто, искренним, искренне, искренне обращайтесь к Богу. И попросите Дух Святой, наставь меня на всякую истину, наставь меня, если это благоразумно, если это, может быть, повреждает мой организм, если это наносит мне вред. Покажи мне. И я вам скажу, что на самом деле Бог покажет. Когда мы изучали и больше, и больше, и были сферы, где мы больше и больше предоставляли Богу сферы, именно по отношению питания, выбора питания, понимаете. Я о чем говорю, что даже плюс к тому, что еще Бог дал через левитов своему народу, потому что таких даже не было, там, этих маргаринов, всяких этих жиров, которые уже настолько забивают сосуды людям. Поймите, мне просто жалко, когда я смотрю сегодня, сколько верующих людей болеют и умирают сегодня. И когда начинаешь просто так анализировать и наблюдать, что они едят, какой образ жизни ведут, что никогда не постятся. Апостол-то сегодня уже Нобелевскую премию получил человек. Знаете за что? За то, что он узнал механизм именно о том, что человеческим организм включает такие резервы, омолаживается, обновляются клетки, именно когда он себя ограничивает в пище. И ограничивает на какое-то продолжительное время, совершенно лишается пищи, понимаете. А Бог, зная это, дал нам, а мы эту мудрость, понимаете, получается пропускаем. Поэтому, дорогие друзья, мы возвращаемся через несколько секунд и будем продолжать эту тему. Друзья, мы продолжаем нашу замечательную тему. Божье исцеление – это Божья совершенная воля для каждого человека в этой жизни. Бог постарался настолько, уже все совершил, Он сказал на кресте, совершилось спасение для всех людей, исцеление для всех людей. И нам осталось только через познание Божьих обетований, просто стать причастником божественного здоровья, божеского естества и жить по-божески. Это так замечательно. И сегодня Господь призывает всех людей, Он говорит, придите ко Мне, все концы земли, и будете спасены и исцелены. Господь хочет исцелить нашу душу, наш дух, который оторван через прародителей, через грех их, и с Богом потерял общение. Господь хочет исцелить наш дух, возвратить, возродить, даже воскресить, нашу душу исцелить, наши эмоции, наши тела исцелить. Это Божья природа. Бог Иегова Рафе. Он твой исцелитель. Это не в прошлом было просто. Бог вчера, евреи мы читаем, сегодня и вовеки тот же. Но сегодня люди дерзают, люди дерзают по-разному. И Давид, он говорит в этом, ревность он говорит, даже пастырь Галина говорит, человеческие вымыслы Бог ненавидит. И мы способны вымышлять разные вещи, выкручивать, как-то трактовать. Ну, каждый, как говорится, перед Богом ходит, дорогие друзья. Да, что интересно мне, вот смотрите, даже любой, любая, можно сказать, механизм, или какая-то вещь, которую мы покупаем, для нее есть инструкция. Понимаете? Вот холодильник покупаете. И там обычно поправки, что если будешь нарушать режим, там что-то будете, оно не будет работать так, как надо. Вот это фактически, эта инструкция, вот это Слово Божие, которая нас наставляла, как чтобы мы правильно отдыхали, получается, что Шаббат, этот день отдыха. Понимаете? И сегодня люди конкретно уже поняли, пришли к тому, что надо и отдохнуть организму, и правильно питаться, и все сферы, и ходить в мире, в шаломе, это не стресс, понимаете? Что мы должны принимать, ходить в радости. Сегодня все доказывают, что если радуешься, получается, несколько минут смеха поднимает твой иммунитет на несколько часов, на несколько часов, чуть ли не больше, чем на сутки, выше, чем уровень даже, как бы вот средний, понимаете, завышает, что в таком состоянии организм способен сражаться с какими-то вирусами, разными бактериями, понимаете? Мы же, получается, стрессуем. Почему стрессуем? Неверие, да? Недоверие Богу. Какая-то ситуация, что-то там или не заплатить не получается, или кто-то обидел, оскорбил, или где-то какая-то реакция, что-то ожидания наши не исполнились, может быть, работу потерял человек, и все, и жизнь теряется. И все. А это, получается, что? Обязательно бьет по здоровью. То, что фактически уже потом не купишь. Понимаете? Деньги можно заработать, отношения можно исправить, можно примириться там все. Но эти моменты уже как бы вот повреждения, которые происходят на душевном уровне, а потом еще они повреждают, конкретно отравляя наше тело, вот это мы должны ценить. Мы действительно, это благоразумие в том, что надо ценить, видеть последствия, что это приведет меня к разрушению. И мы, когда уже видим результат, а не можем, можно сказать, вот это цепочки, о том, о чем пастор Петр говорил, прокрутить, а где же вот это было повреждение? Вот там перегрето, вот там перегрето, вот там. Понимаете? И что мы видим, что несколько раз вроде сразу не сломался механизм, да? А раз перегрел, другой раз перегрел, а потом только раз перегорел. И мы уже видим, что мы перегорели, а не знаем почему. А потому что были эти перенагрузки, которые сделали свою разрушительную работу. Вау! Нобелевскую премию, премию ты говорила дали кому-то. За что? За то, что они что открыли? То, что уже было давно открыто. И то, что уже русские давно об этом говорили. Просто они не могли доказать это вот на таком, может быть, клеточном уровне, а вот человек доказал, и пожалуйста. Смотрите, а откуда все-то идет, пастор Галина? Смотрите, Господь, который действительно обладает этой Нобелевской премией, нельзя так сказать, но это люди придумали. Вот на самом деле, мы же оттуда берем, там мудрые законы, и если мы будем жить по этим законам, то даже если мы для себя откроем, поэтому нам нужно Нобелевскую премию будет всем дать. Но, дорогие друзья, может быть, не ту премию, но Господь говорит, будет великое вознаграждение. Господь скажет, хороший верный раб, ты был послушный Слову, ты мог исполнить мое повеление, мою волю на этой земле. Войди в радость Господина своего. Радость Господина своего, веселое сердце, это как врачевство. И воистину Бог дал эти мудрые законы. Есть, существуют мнения, есть много разных мнений относительно того, что с прихода Мессии Иисуса Христа, как будто, ну, все уже, и грех не стал существовать. Да, Господь победил грех, забрал наши болезни, немощи на крест. Но грех еще сегодня царствует очень сильно. Есть благодать, которую мы, через которую научаемся, и можем побеждать грех. Потому что даже грех увеличивается, Писание говорит, что, но благодать также в преизбытке, чтобы мы могли побеждать сегодня этот грех. Поэтому, дорогие друзья, есть много причин различных, и мы не должны игнорировать. Вы можете сказать, а, как эти причины найти? Но если вы не пытаетесь устранить причину, поверьте, просто так механизм не заработает. Он заржавеет, и вообще вы не будете знать, что с ним делать. Точно так, если мы не будем работать своими мозгами, или включать, Господь хочет, чтобы мы имели преобразование нашего ума, познавали, что есть воля, благая, угодная и совершенная. И кто-то скажет, может быть, это не слишком духовно, что о пище говорить. Но Господь почему-то так много сказал, именно дал эту диету божественную, предусмотрел. Если мы будем вникать, если мы будем поддерживать то, что Господь дал эту диету, то Господь говорит, будет здоровье, будет благословение. Бог хочет, чтобы мы преуспевали и на физическом, и на душевном, и на духовном уровне. Но самая великая еще нужда есть в том, дорогие друзья, чтобы наша земля, то есть люди были исцелены. Господь и землю физическую исцеляет, но Бог хочет исцелить, как людей, и Он говорит, обращается к земле, слушая земля. И Господь говорит, если смирится народ Мой и будет искать лица Моего, то я что, услышу их с небес голос, и что, исцелю их землю. Дорогие друзья, сегодня вы нуждаетесь в исцелении. Сегодня, если вы хорошо в здоровье Божьем пребываете, сегодня ваши близкие нуждаются. Поэтому мы можем быть помощью, мы можем быть тем каналом, которым Бог может употреблять для своей славы. Он хочет, чтобы исцеление текло, как вода, как этот хлеб, о чем мы сегодня упоминали в программе ранее, что это хлеб для детей. Это исцеление, оно будет течь в народы. И Господь хочет, чтобы жизнь исцеляющая пришла на эту зараженную грехом землю. Будете ли вы этим человеком, который примет от источника Божьего исцеления и понесет для народа в исцеление? Да, и хочется просто, чтобы действительно это благоразумие было в сердцах народа Божьего. Отличались мы, отличались от людей мира сего, которые себя не ограничивают ни в чем. И мы видим даже, люди мира сего, люди мира сего, которые подвязаются, написано, что бегущие на ресталище бегут, все есть подвязаются, которые... Для награды тленной. Да, ради награды тленной. Вы не представляете, как себя люди ограничивают, которые хотят просто, чтобы один раз постоять там, и все им, знаете, свисели там, кричали, что вот он... Аплодировали. Аплодировали, да. И просто вот кусочек им золота повесить. Понимаете? Или серебра. А мы, понимаете, этот недленный венец, который золотой, Бог хочет наградить нас за то, что мы были мудры в том отношении, что мы сохранили свое тело для того, чтобы сделать больше, для Бога послужить. Понимаете? Наша плоть, она носит тут дух наш, понимаете? Дух, который от Бога. А если наше тело уже, оно будет, как бы вот настолько ослабеет, что все, уже придет к тому, что... И мы действительно, те люди, которые должны благоразумно сохранить свое здоровье, сохранить... И написано о том, что он дал действительно таланты, и что один сохранил, сохранил, в смысле укрыл, не приумножил. А мы действительно должны вкладывать, вкладывать вот это тело, оно дано нам для того, чтобы мы его сохранили, для Бога, потом эпиталии правильно, понимаете? Вот Бог действительно вложил это, сказал, что вот поставил распорядителя. Я увидела это действительно распоряжение, это нам тело дано, чтобы мы распорядились, и предоставили Богу, и правильно распоряжались. Абсолютно. Дорогие друзья, мы хотим благословить вас в молитве. Если вы нуждаетесь в исцелении, духовном, душевном, физическом, Бог сегодня Целитель, Отец Небесный, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, мы благословляем каждого человека, который слышит Твое Слово. Ты послал это Слово, исцелил нас, избавил нас от могил наших. Господи, я благодарю Тебя, что Ты сам, грехи наши, телом вознес своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Твоими исцелились мы. Господи, я благословляю каждого человека, кто слышит Твое Слово, кто впервые может слышать, а может быть и слышал, но не принял Тебя как личного Спасителя, как своего Целителя, своей души, своего Духа. Сегодня это чудесное время принять исцеление. Мы благословляем Вас именем Иисуса Христа. И до встречи в следующей программе «Твой лучший день». Посылаем Вам шалом. Иисус Христа